Добрый вечер! Сегодня у нас состоится вторая встреча с профессором Техасского университета города Эль-Пасо, США, Муратом Ашировичем Чешановым. Человек, который не нуждается в представлении, так как мы его хорошо знаем, известный специалист в области дидактики, инженерии обучающих технологий, технологии дистанционного обучения, программно-модульного обучения. Тема сегодня звучит так. Вызовы в подготовке учителя 21 века. Каким должен быть учитель в 21 веке? Какими личностными качествами он должен обладать? Какими компетенциями должен владеть? Как взаимодействовать с учениками? Чему учить? Все эти вопросы были предметом изучения, предметом, над которым пришлось задуматься нашим студентам, студентам Института математики и механики имени Лобачевского КФУ, которым в начале сентября была предложена тема для эссе. Был объявлен конкурс. Около ста человек разных курсов бакалавриата и магистратуры написали свои сочинения. Экспертная комиссия во главе с доцентом нашей кафедры Нейлёй Вакифовной Тимирбаевой выбрала лучшие из этих работ и отправила в Америку на суд Мурата Ашировича. И мы в конце сегодняшнего вечера узнаем, кого он выбрал лучшими. Мы, как эксперты, тоже выбрали лучшие работы и сегодня в конце вечера наградим этих студентов почетными грамотами за первое, второе, третье места в конкурсе. А сейчас наша встреча, и я рада приветствовать в этом зале участников Международной конференции «Математическое образование в школе и в УЗИ». Стало доброй традицией в дни проведения конференции, накануне открытия конференции, проводить вот такие встречи, беседы с вами, со студентами и с участниками конференции. Я рада всех приветствовать. Итак, слово предоставляется Мурату Ашировичу Чешанову. Пожалуйста. Спасибо большое за теплое представление. Это мое место, я так полагаю, да? Только я волнуюсь или кто-то еще волнуется в аудитории? Это наша участь учительская. Сколько бы мы ни работали, сколько бы мы ни выходили на занятиях, на встречах, на конференциях, мы всегда волнуемся. Волнуемся за себя, волнуемся за других. Поэтому с этим волнением мы начнем нашу встречу. Лилияна Рафикова очень тепло представила. И, наверное, самая важная часть нашей встречи будет в конце, когда мы представим победителей конкурса СССР. Я так полагаю, что у нас будет участник, которые были отобраны кафедрой. И я вручу приз моих зрительских симпатий тем студентам, которые выбрал я. Хорошо? То есть это вполне могут быть несовпадения. Поэтому будьте готовы к тому, что у нас будет очень много награжденных сегодня. Тема проблемная, которая озвучена была Лилияной Рафиковой, вызовы в подготовке учителя. Я, к сожалению, экран не вижу. Он позади меня. Вот с этого вопроса и начнем, да? Каковы же все-таки вызовы? И почему вызовы? И в чем особенности 21 века по сравнению с веком прошлого? Подумали? Я могу встать, потому что я должен видеть экран. Спасибо. Вот эти выдержки из эссе студентов КФУ. И, в общем-то, я получил огромное удовольствие, читая ваше эссе. Очень много было затронуто важных тем. Вот некоторые из них приведены, и вы, наверное, узнаете свои выдержки. Учитель — это состояние души. Мы не можем заменить учителя бездушным компьютером. Это, видимо, уже в контексте того, что технологии начинают с семимильными шагами приходить в школу, и мы должны как-то научиться использовать технологии правильно и грамотно. В социальной сети — это зло и добро современного мира. Учитель должен быть творческой личностью. Это безусловно. Современный учитель не теряется в информационном мире. Настоящий учитель — человек с нестандартным мышлением. Учитель должен быть человеком с большой буквы. Современный учитель — это проводник между наукой и учеником. Учитель должен знать свой предмет в совершенстве. Думать над тем, что значит учение. Учитель должен быть умнее Гугла. Учитель — это образ жизни. Жизни — учитель. Учитель — это актер, класс — его сцена. Разброс достаточно большой. Мы говорим и о нравственных характеристиках учителя, о предметных знаниях, о том, как учитель будет справляться с вызовами технологическими, которые являются основной угрозой и не в хорошем смысле одновременно. И для того, чтобы показать, что учителя думают одинаково, я попросил своих учителей, которые в Техасском университете, с которым я работаю, и которые берут со мной курсы по методике математики, и вот для начала давайте вернемся к Мирздесьмолу чуть-чуть попозже. Я задал вопрос. What is the challenges teachers face or will be facing in 21st century? Давайте вернемся к Мирздесьмолу Чемахмутову. У каждого из нас есть наверняка свой любимый учитель. Есть? Вынимите руки, у кого есть любимый учитель. Большинство. И это неудивительно, потому что учителя... А поднимите руки те, у кого больше, чем один любимый учитель. Замечательно. Одним из моих любимых учителей является Мирздесьмолу Чемахмутов. Это академик Российской академии образования. Мирздесьмолу Чемахмутович с нами, к сожалению, нет. Уже 12 лет. Но если вы обратите внимание на те характеристики учителя, которые он привел в своей книжке «Современный урок» в 1985 году, то вы, наверное, увидите, насколько перекликаются те характеристики, которые были предложены вами, и то, о чем пишет Мирздесьмолу Чемахмутович в книжке «Современный урок». Первым и важнейшим условием успешной организации проблемного обучения, он был специалистом в области проблемного обучения, а следовательно и урока является наличие высококвалифицированного специалиста, учителя-педагога. И успешное решение учителям сложных задач обучения и воспитания молодежи определяется главным образом. И вот эти характеристики – мировоззрением и идейной убежденностью. И, кстати говоря, в нескольких эссе я встречал именно характеристики, связанные с мировоззрением, с духовностью, уровнем образованности учителя, который должен быть всесторонне развитым, широко образованным человеком, как бы представителем людей XXI века. Вот уже XXI век на дворе. И, в общем-то, образованность, всестороннее развитие – это, конечно же, характеристики, потому что мы являемся примером для наших учеников. Отношением учителя к детям. Во многих эссе я читал о любви к детям. И, в общем-то, опять, эта позиция, конечно же, очень важна для высококвалифицированного учителя. Это профессиональной подготовленностью, хорошим знанием дидактики, содержание своего предмета, умением прогнозировать ход обучения и выбирать адекватные прогнозы метода обучения. Конечно, без знания предмета учитель не может увлечь учеников. Учитель теряет способность быть в аудитории актером. И только наличие хороших, солидных предметных знаний дает ему эту степень свободы. Личные качества учителя – его характером, уровнем воспитанности, его морально-этическим кредо. Вот совпадения, причем совпадения достаточно содержательные, достаточно емкие в видении учителя Академикам, международным Малышем Махмутовым, и многими характеристиками, которые были представлены в ваших эссе. И несколько фрагментов. Кевин – это будущий учитель. Вот что говорит Кевин. Кевин – начинающий учитель, он магистрант сейчас, он решил сначала закончить магистратуру и после магистратуры подать на позицию учителя. Вот для него teaching to the test, то есть обучение, нацеленное на тест, является вызовом. И к большому сожалению, в штате, в котором я живу и работаю, в Техасе, и Кевин прекрасно знает ситуацию, тестирование давит и учителей, давит и ребятишек, и в итоге тестирование является тем вызовом, которые, по мнению Кевина, будут еще оставаться и в 21 веке. Следующий учитель – это Кимберли. Она ученица начальных классов. Она преподает в четвертом классе. И вот она считает, что дифференцированное обучение для нее является вызовом. Потому что у нее в классе, в процессе беседы, прежде чем я их записал на эти микроклипы, я говорил на тему, что конкретно по дифференцированным обучениям и почему это для вас вызов. И Кимберли ответила таким образом, что у нее в классе достаточно многообразная группа ребятишек. И те ребятки, которые не говорят на английском, так называемые English Language Learners, ELL, и те ребятки, которые Special Ed, в российском варианте, это ребятки, которые имеют какие-то, скажем, недостатки в развитии. И они являются полноценными участниками обычных классов и занятий. И поэтому, конечно, в одно и то же время работать с ребятками, которые, в нашем понимании, в регулярных классах и ребятками, которые требуют такого специального отношения, это уже для Кимберли проблема. Следующий учитель. И опять-таки, когда я переспросил, почему время, Часмин ответил, что в условиях американской школы приходится не только преподавать, это и tutoring, это и extracurricular activities, то есть она, допустим, является одновременной коучем по футболу, она одновременно ведет кружок. Хотя я переспросил, а вот эти дополнительные, как бы, это дополнительная нагрузка обязательно, она сказала, нет, но практически каждый учитель что-то делает помимо преподавания. Следующий учитель. Это Рози. Рози, она является психологом-консультантом в среднем звене школы. И вот посмотрите, помните, одна из выдержек из ваших эссе было, что социальные сети — это зло. Было, да? Вот посмотрите, что Рози говорит. Technology is evil. Технология — это зло. И более конкретно она говорит in regards to social media. Потому что она замечает, насколько ребятки зависят сейчас от social media. И она также рассказала о кибербуллинге, который очень сильно распространен в американской школе. То есть травля идет уже через социальные сети. Это большая проблема. И, будучи психологом-консультантом, она с этим явлением сталкивается очень часто. Следующий учитель у нас Кристи. Кристи преподает физику в старшем звене школы. И она говорит, что вызовом является... Давайте вместе перейдем. Teaching students to think for themselves and solve problems, since they have access to mountains of data with internet. Что она сказала? Она говорит, вызовом будет являться обучение школьникам думать. Потому что очень большой объем информации сейчас доступен через интернет. И когда я опять переспросил Кристи, а подробнее, вот что конкретно, вот почему ребята не могут, допустим, использовать одновременно информацию из интернета и в то же время думать. Она говорит так, что поскольку она завязала свой ответ на тестирование, о чем говорил Кевин вначале. То есть она сказала, что тестирование является одним из факторов, потому что как только ты задаешь вопрос или как только ты ставишь задачу, ребятки уже начинают копаться в телефонах и искать правильный ответ. То есть для них найти ответ, это уже является как бы концом обучения. И Кристи говорит, что «А я бы хотел, чтобы они подумали, прежде чем пошли искать ответ». И вот в процессе обмена мнениями мы могли бы прийти к какому-то совместному пониманию решения и обсуждению решений и так далее. И последнее, если вы обратили внимание, я учителей подобрал как бы по ступеням, да? Вот Кевин, он начинающий учитель, дальше была Кимберли, она в начальной школе, дальше у нас шли Джазмин, она middle school, и был психолог, теперь Кристи high school. И вот ЕЮ, она преподает в колледже. На моей кафедре, я работаю на двух кафедрах, кафедре математических наук и кафедре STEM education. STEM — это Science, Technology, Engineering and Mathematics. Вот как по-российски, как по-русски говорят STEM education. Так и говорят STEM education, да? Вот она на кафедре математических наук преподает начальные курсы по... не буду... наверное, буду не точен, но она преподает первокурсникам, и вот что она считает очень важным, что в 21 веке digital assessment — цифровая оценка и контроль for individualized learning, то есть для индивидуализированного обучения. Иными словами, поскольку... Опять, когда я попросил ее уточнить, что она имеет в виду, поскольку сейчас многие курсы в Техасском университете переведены на онлайн-формат. И вот в онлайн-формате сохраняется та же самая простейшая проблема, допустим, проверка, а насколько студент честно выполняет задания. Не выполняет ли кто-то еще другой за него эти задания, а он просто их отправляет. И вот эти моменты, она считает, что они являются вызовом, потому что, в принципе, контролировать это очень сложно. Вы, наверное, знакомы с так называемыми массивными, открытыми, онлайновыми курсами, да, МОК. Так вот, допустим, при Стэнфорде существует огромный объем этих курсов, корсера и оболочка соответствующая. И вот для того, чтобы проверять на плагиаризм, плагиаризм и так далее, или плагиат у нас говорят, они создали очень много программных продуктов, которые следят, допустим, за скоростью набора текста. За, допустим, они просят, когда вы отправляете задание, то вы должны включить камеру, камера должна видеть вас и видеть отпечатки вашей сетчатки. То есть, ну, очевидно, что такие меры нужны, а иначе, как вы будете прослеживать, что человек послал работу свою, да, плюс очень много различных приложений для антиплагиата и так далее, и так далее. Но для ИЮ это проблема вызова. То есть, она ведет один из курсов онлайн, и она считает, что это для нее является вызовом. Вот, как бы, вступление в тему, оно немножко такое оказалось затяжным, но, тем не менее, идея была такая, что учителя, независимо, где они работают, в России, в Штатах, будущие ли это учителя, работающие, на разных ступенях обучения, у них, в принципе, вызовы одни и те же, они похожие вызовы. Вот еще несколько, это мозаика из ответов других учителей, но из того, что мы с вами уже видели, в принципе, время, вот еще с этой стороны очень похожий вызов на один из вызовов, который был у вас, если помните, да, «technology cannot replace teachers», то есть технология не может заменить учителя. «fast changes in technology», быстрые изменения в технологиях, вот это центральная «developing ability to analyze media as part of critical thinking», то есть умение анализировать информацию в сетях и в медиа как часть развития критического мышления. Опять, момент технологий, связанный с interconnectedness, есть очень распространенное понятие в исследованиях по технологиям, это «connectivism», то есть мы все связаны сейчас через медиа, социальные сети, и вот это понятие «interconnectedness», когда мы взаимосвязаны, то есть это вызов своего рода. Ну, естественно, social media, а все остальное, мне кажется, мы уже слышали. Пойдемте дальше. Если есть вопросы, то вы меня останавливайте, и я буду отвечать на ваши вопросы. Вот такие вопросы я выбрал для дискуссии. Я немножко решил поменять формат. Если помните, в прошлый раз я открыл open floor для вопросов с аудиторией, а в этот раз я решил задать сам вопросы вам. И вот мы начнем с первого вопроса, который уже был у нас на экране. Существуют ли вызовы в подготовке учителя об условленной особенностями 21 века, есть и даты, а какие, и в чем, собственно, заключаются эти особенности. Но, как мы уже посмотрели, в общем-то, на слайде, который был представлен ожиданиями высококвалифицированного учителя, предложенного Мирзоэсимовича Махмутова, в общем-то, особенности учителя в прошлом веке они были обозначены. И в ваших выдержках и в части американских учителей тоже некоторые вызовы, они, в принципе, как бы имели место быть и в 20 веке, и имеют место быть в 21, да? Кроме технологии, какие еще особенности 21 века? Дети другие. Что? Дети другие. Дети другие стали. Дети другие стали. А почему дети другие стали? И насколько другие они стали? Другие по-другому мыслят, по-другому рассуждают. Лучше мыслят, лучше рассуждают. По-разному. В зависимости от того, в каком выросли. Сейчас не все сразу, ладно? В зависимости от того, в чем? Вот вчера у меня была встреча с психологом, и она проводит исследование по клиповому мышлению и по многозадачности. И вот она утверждает, что технология влияет на очень сильно влияет на клиповое мышление. Одновременно клиповое мышление как бы дает плюсы, поскольку человек вроде ухватывает разные модальности информации одновременно, но и в то же время создает огромную проблему, потому что ребенок лишается возможности сфокусировать внимание на чем-то одну. Из-за этого теряется глубина мышления. То есть они не так глубоко мыслят, как, например, мыслили в 20 веке. То есть глубина понимания какого-либо вопроса у них меньше. То есть особенности 21 века накладывают какие-то очень серьезные... То есть ребята теряют возможность мыслить глубоко, да? И в это наблюдайте на, я так понимаю, на студентах? Да, в то же время у них есть плюсы несомненные свои. То есть любого процесса есть положительные и отрицательные, несомненные. По сравнению с детьми 20 века они в чем-то уступают, но несомненно у них есть свои преимущества. То есть они более открытые, более общительные. Хорошо, молодой человек. Я не сказал бы, что они мыслят хуже, у них меняются паттерны поведения. Вот вы очень хороший пример привели с преподавателем с физикой, что задача детей решить задачу, а не понять, то есть их задача вполне конкретная достичь цели, решить задачу. получить ответ. Да, их задача не научиться. И вот в этом смысле это очень большое изменение, что сейчас просто количество информации, которая доступна, оно запредельное. Абсолютно запредельное, это очень легко понимается. Здесь есть еще, вот я добавлю, особенности американской школы, поскольку она находится под очень сильным давлением тестирования, особенно в штате Техас очень консервативный штат и, соответственно, система образования консервативная. И само тестирование, оно накладывает отпечаток на то, почему ребята, даже без технологий, почему ребята не хотят мыслить. Потому что тестирование в основе своей имеет задание с выбором ответов, и для них выбрать ответ является как бы финальной целью вообще обучения. Я, наверное, добавлю только то, что вот в этом и вызов 21 века, понять, как мыслит ребенок сейчас, то есть, как меняется его паттерн поведения, и понимать, как его учить, понимая, как он мыслит. То есть, вот в этом очень значительное изменение, потому что цифровая революция совершенно, она очень сильно изменяет логику мышления современного ребенка. Спасибо. Какие еще мнения аудитории? Можно я выскажусь? Мне кажется, современного... Может быть, я попрошу представить те, кто будет высказывать, чтобы было возможно. Ольга Жигалова, Дальневосточный федеральный университет, преподаватель. Мне кажется, современному ребенку не у кого учиться. Родители под гнетом происходящих процессов ставят в себя очень высокие планки, связанные с тем, что они постоянно работают, постоянно куда-то мчатся, куда-то двигаются. И когда к ним подходит ребенок, они его сами направляют не в нужное русло. А когда уже обращают на него внимание, время уже проходит. то есть мы как взрослые даем совершенно другие образцы для подражания. Они уже в два года или в полтора года звонят по телефону и копируют нашу модель поведения. Они работают за компьютером так же, как мы. Но почему-то когда им становится 10-12 лет, это нас раздражает. А год, полтора это очень сильно умиляет. То есть я думаю, что просто мы сами задаем им модель поведения, как нужно жить, что мы постоянно в соцсетях, работа наша связана с компьютером, а они просто учатся у нас. Это хорошо или плохо? Ну, я не скажу, что это хорошо или плохо. Каждый родитель, наверное, решает сам. Если у него есть в этом потребность, наверное, это для него хорошо. Если нет, то, наверное, плохо. То, что маленькие дети копируют нас, это было и в прошлые века, да, они просто, они развиваются, копируя окружающий мир, да. еще, пожалуйста. А экономика каким-то образом будет влиять на образование? 21 веке. В одном эссе я прочитал, что быть учителем в наше время это храбрость. храбрость и храбрость потому, что профессия учителя является непрестижной и в связи с этим там затрагиваются вопросы и экономики. давайте давайте я привел несколько цифр, но для того, чтобы перейти к этим цифрам, вы, наверное, в курсе, что проводится международное обследование уровня обученности школьников в разных странах. это тесты TEAMS, PISA, Program for International Student Assessment. И вот в частности по тесту PISA есть исследования, которые говорят о том, что страны, которые хорошо или школьники, которые хорошо показывают хорошие результаты по этому тесту, одновременно это ассоциируется с ростом малого продукта страны или уровнем малого продукта страны. И делается такой вывод, что если мы будем готовить хороших школьников, у них будут хорошие учебные достижения, то в итоге это окажет влияние на экономику страны. То есть чем мы умнее, тем мы богаче. в связи с этим возникает вопрос, потому что образование ведь не само по себе, образование это функция государственная, и государство направляя определенные средства из бюджета на образование планирует какую-то отдачу, и отдачу прежде всего в уровне подготовки, потому что ребятки из школы поступают в вузы, поступают в техникумы, в училища, и дальше они уже представляют собой рабочую силу в экономике, то есть они как бы идут на рынок труда, и соответственно рынок труда обеспечивается не кем иным, как теми же учениками, с которыми мы работаем. И зависимость между образованием и экономикой очень тесная, но с другой стороны наимно ли полагать, что расходы на образование и науку будут расти? И вот здесь я вам приведу несколько цифр. Ну допустим расходы на науку согласно данным Всемирного банка в разных странах разные в расчете от ВВП страны. В Соединенных Штатах это 2,81%, в России 1,13%, а в Дании все 3%. Совокупные расходы США на науку, включая разработки сельевых расходов на оборудование и инфраструктуру, составляют более 400 миллиардов долларов. И согласно данным Организаций по экономическому сотрудничеству и развитию Дании умудряется направлять на образование около 7,9% в ВВП страны США 5,9%, а в России порядка 4,6%. То есть страны различаются по тому, как они вкладываются в образование и науку. Конечно, интуитивно мы, наверное, склонны считать, что чем больше страна вкладывает в образование и науку, тем у этой страны больше возможностей для того, чтобы повысить уровень образования и, соответственно, повысить уровень экономики. Но эта связь не всегда линейна. Соединенные Штаты очень много вкладывают в образование и науку, но, скажем, в образование меньше, чем некоторые европейские страны, но повыше, чем Россия. Но, тем не менее, Соединенные Штаты не могут похвастаться уровнем образования своих школьников и по тесту ТИМС, и по тесту ПИЗа. Но, тем не менее, экономик страны развивается достаточно хорошими темпами. С другой стороны, следует ли ожидать, что расходы на образование будут расти? Не следует. Потому что резкий рост расходов на образование уже произошел в конце XX века. Вот для того, чтобы не быть голословным, я покажу вам табличку. Вот, посмотрите, где-то в 1950-е посевоенные годы и вплоть до 2000-го. Видите, вот эти кривые, которые очень сильно росли. И где-то пика расхода на образование в Соединенных Штатах достигла в районе 2010-го года. Вот где-то в районе кризиса. Помните, кризис был в 2008-м году, да? И после кризиса уже расходы стали немножко падать. Экономисты, которые занимаются проблемой расходов на образование, заявляют, что вот такого резкого подъема послевоенного уже не будет. Соответственно, страна, даже такая экономически сильная, как Соединенные Штаты, должны будут подтягивать ремешок и пытаться решить проблему образования, которое и не так сильно, вот за счет каких-то средств, но не ассигнований. То есть здесь я не хотел бы огорчать, но похоже, моя жена учительница, и она обратила внимание на то, что последние несколько лет, особенно после кризиса вот этого 2008-го года, им стали урезать расходы на командировки, им стали урезать расходы на каждый американский учитель раньше имел бюджет, определенный на, допустим, канцелярские товары, то есть учитель сам мог купить фломастеры и так далее, альбомы или книжки на вот этот бюджет, и когда она поступила работать в начале 2000-го года, когда мы переехали в Штаты, у нее этот бюджет был солидный, около 800 долларов в год, и она в начале года могла закупить те канцелярские товары, которые нужны были, и вот с каждым годом этот бюджет все срезается, 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 то есть это подтверждение тому, что ожидать увеличения расходов на образование скорее всего не приходится. По этому моменту есть вопросы? Я бы не хотел, чтобы вы загрустили на этом слайде, потому что видимо и в других странах, включая Российскую Федерацию, проблемы те же самые. Что касается экономики и рынка труда, вот мы уже затронули с вами момент, когда система образования, финансируемая государством, выполняет определенный заказ государства и общества. И соответственно государство заинтересовано, чтобы рынок труда и экономика пополнялась высококвалифицированными специалистами. Сейчас, вот век 21, он характеризуется тем, что идет как бы увеличение так называемых service economy driven, то есть экономика, которая как бы развивается через обеспечение услуг и сервиса. 80% jobs are in the service sector, то есть 80% рабочих мест и профессий это как раз в секторе услуг и сервиса. Технология поддерживает эти изменения. И вот если посмотреть на распределение разного уровня труда, вот зелененькое, если ярко-зелененькое, видите, как идет возрастание non-routine interactive, то есть нерутинные профессии, где очень важны умения интерактивные, интерактивные, non-routine analytic, дальше routine cognitive, non-routine manual, это уже manual, ручной труд, и routine manual, происходит снижение ручного, рутинного, ручного труда, и в то же время одновременно вот эта зелененькая нерутинные профессии, направленные на услуги, интерактивность, они будут преобладать в 21 веке, об этом тоже надо думать, потому что мы потихонечку от физического труда переходим к сервису, и соответственно в сфере сервиса нужны профессии, связанные с возможностью выполнять нерутинные задачи, и там же очень высокий процент технологий и интерактивности. Это тоже влияет на вызовы в подготовке учителей, вызовы в 21 веке в системе образования. Я хотела задать вопрос, дело в том, что я слышала от людей, которые занимаются управлением США, которые сказали, что на самом деле перед ними не стоит циничное такое мнение, что перед ними не стоит задача подготовки государственных учреждений американских школьников в связи с тем, что на самом деле более выгодным является переманивание специалистов. Но Владимир Владимирович у нас, наверное, наш президент этим озабочен, потому что готовим хороших специалистов и действительно другой стране более выгодно просто его пригласить, как, например, вас. И он просто будет работать, ему дадут там карту и он будет как бы... На него не потребовалось то количество денег, которое, естественно, пришлось бы вкладывать государству в среднее образование, высшее звено. Тут как бы проблема уже решена. Поэтому, как сказали циничное мнение, то есть цели такого американского правительства нет, выгони... Да, руководство выгони и просто пригласить. Поэтому зачем... Стоит ли на самом деле задача о качестве? Ведь на самом деле есть система престижных учреждений, в которых как бы элита своих воспитывает школьников. Вот у меня такой вопрос. То есть на самом деле это так или как-то неправильно, я говорю? Спасибо за вопрос. Вот этот вопрос, он как раз с вашим вопросом связан. Вы, наверное, как бы предугадали этот вопрос. На чем делается самый прибыльный бизнес? На нефти, на газе, на торговле оружием? Другое. Если другое, то надо уточнить, что же это такое другое. Кто считает, что на нефти? Поднимите руки. Никто. Кто считает, что на газе? Никто. Кто считает, что на торговле оружием? Есть люди, которые считают, что на торговле оружием делается самый прибыльный бизнес. А другое? То же самое оружие можно создать, нужно же для этого обладать какими-то знаниями, соответственно, образование нам дает эти знания, а дальше все вытекающие последствия. для добычи газа тоже нужны хорошие высококолисцерные специалисты. Но под другим это совершенно точное замечание. И отвечая на ваш вопрос, на мозгах. Самый прибыльный бизнес сейчас делается на мозгах. Не вытаскивают мозги, мозги переманивают. и поэтому мы к большому сожалению пока работаем я имею в виду когда говорю мы. И будучи сам в этой роли получив достаточно серьезное и солидное образование в Советском Союзе и в Российской Федерации я сейчас работаю в Штатах. То есть по сути дела страна меня подготовила, а другая страна пользуется той квалификацией, которую я получил в Российской Федерации. Причина отъезда это отдельный разговор, но очень много моих коллег и на кафедре STEM и на кафедре математических наук приехали из разных стран из Европы и из Азии и конечно же в этом отношении ваш вопрос не просто уместен, а это тенденция сохранится, я думаю, что до поры, до времени, потому что сейчас та же Индия, тот же Китай, ребятки, которые приезжают из этих стран и получают образование в Соединенных Штатах, они возвращаются домой и уже как бы Соединенные Штаты готовят специалистов, пользуются плодами этой подготовки те страны, которые посылали этих ребятишек. Вот дай Бог, чтобы в России такая ситуация тоже скоро наступила, чтобы ребятки наши, которые едут обучаться за рубежом, возвращались и я всегда говорю, что я бы с удовольствием вернулся, если бы в Российской Федерации были созданы соответствующие условия. Еще вопросы, при чем мы перейдем к следующему слайду. Вот на экономике мы, наверное, разговор сейчас закончим. Если будут вопросы, вы можете потом в конце, может быть, у нас будет время задать любые вопросы. Что еще очень важно? Образование является и становится проблемой национальной безопасности. И с этой позиции в Соединенных Штатах в 2012 году была создана комиссия под руководством Кандализы Райс. секретарь госдепа женщина афроамериканка. Вот эта комиссия провела исследование и ответила на простенький вопрос. Почему образование является вопросом национальной безопасности? они утверждают, что неудача США в области образования представляет следующие пять угроз национальной безопасности. Это угроза для экономического роста, мы уже об этом говорили, это угроза военной безопасности, угроза интеллектуальной собственности, угроза глобальным интересам США, угроза единству и сплоченности нации. Вот последнее мнение не до конца понятно, но допустим, когда речь идет о позиции второй, третьей, это, наверное, уже видно потому, какой огромный скандал после выборов президентов последних разгорелся в Соединенных Штатах, он и до сих пор не утихает. Вот уже прошло сколько, два года, да? До сих пор скандал по поводу вмешательства России, по поводу кибератак России во время выборов не утихает. Здесь, конечно, можно говорить, я не хотел уходить в сторону политики, но вопрос-то действительно безопасности, если такое сильное государство, как СССР Америки позволяет, и они об этом уже второй год позволяют другим странам нарушать их безопасность. И безопасность прежде всего в одной из самых серьезных составляющих, они считают это угрозой демократии. И по некоторым данным Китай и Северная Корея является огромной головной болью для Соединенных Штатов именно с позиции кибератак. Поэтому да, они думают о том, как готовить специалистов, которые могли бы делать систему защиты гораздо сильнее, чем система атаки. Вот вы обратили внимание, что в принципе мы говорим, мы начали с вызовов, да, и в общем-то вызовы достаточно серьезные для системы образования. Читая доклад, понимаешь уровень серьезности, что образование является вопросом национальной безопасности и не только для Соединенных Штатов. Если уже Соединенные Штаты попали в такую ситуацию, то я думаю, что любая другая страна тоже об этом должна думать. И в связи с этим одним из выводов в докладе этой комиссии является следующим. Военная мощь уже не является достаточным условием, чтобы гарантировать безопасность страны. Национальная безопасность сегодня тесно связана с человеческим капиталом. Человеческий капитал нации настолько же силен, насколько сильно образование. Вот здесь мы делаем очень серьезный поворот в сторону человеческого капитала. Образование готовит человеческий капитал для страны. То есть и мы с вами, вы как будущие учителя, по сути будете закладывать основу этого человеческого капитала, который будет гарантом безопасности страны. звучит громко, но если люди об этом говорят, то к этому надо прислушиваться. И, кстати говоря, доклад кандали в Райс был в 2012 году опубликован, а в своем ежегодном послании в прошлом году или же в позапрошлом году президент Российской Федерации впервые обозначил человеческий капитал одним из важных условий развития страны. То есть если люди на высоком уровне об этом говорят, значит к этому надо прислушиваться, потому что за этим стоит очень многое. Ну давайте теперь приземлимся немножко. Мы как бы очень много времени делили экономике, безопасности и вообще вызовом с точки зрения вот таких глобальных каких-либо проблем. Чтобы перейти к этому вопросу, ведь чтобы перейти к вопросу о вызовах учителя в 21 веке, надо поговорить о какими же знаниями и умениями должен обладать школьник. Потому что в системе образования мы как учителя обеспечиваем заказ общества и государства. Общество дает заказ на подготовку ребятишек, на подготовку рабочей силы. Исходя из этого общество или государство формирует стандарты для подготовки преподавателя, которые будут подготавливать школьников. То есть эти две проблемы как бы связаны друг на друга. Какими новыми не просто знаниями и умениями, а новыми знаниями и умениями должен обладать школьник в 21 веке? Может быть, школьник должен научиться правильно выделять нужную информацию среди огромного потока информации, что отличает современного школьника от школьника прошлого века, когда перед школьником лежат учебники, достаточно просто найти что-то. Сейчас же информации намного больше, соответственно, нужно правильно ее найти и преподнести соответственно. То есть, в принципе, те же самые выдержки и те же самые мнения, которые были высказаны учителями, они касаются и школьников, да? По сути, задача ориентации в этом огромном океане информация, поскольку наконец-то информация стала доступной, да? И доступной настолько, что просто мы все в ней копаемся и я не скрою, что если что-то мне надо выяснить, первым делом куда, я пойду в Google, в поисковик. То есть, мне надо найти информацию, информация моря. Из этого моря информации надо вычленить ту информацию, которая является надежной, которая приложима и которая еще каким-то образом проверена, что это качественная информация, да? Потому что сейчас ведь второй скандал, который разгорелся после выборов в Соединенных Штатах, это фейк-ньюс, ложные новости. Ведь интернет, вот это пространство заполнено ложными новостями, ложной информацией. И вот суметь отсечь зерна плевел, то есть, где та информация, которой можно верить, а где та информация, которой нельзя верить. Это очень важно у меня, и я благодарю вас, что вы об этом сказали. еще. Мне кажется, в 21 веке ученик должен очень четко уметь адаптироваться в новых условиях. Адапционные как раз условия, мне кажется, это самое важное, что сейчас предъявляется, то есть, это творческая составляющая умения адаптироваться. творчеству умения адаптироваться. Вот у меня чуть попозже есть... Оно более востребовано, чем даже раньше, то есть, все-таки, потому что постоянно происходит даже вплоть до того, что сейчас мы знаем, что выходят перечни будущих профессий прогнозируются, которые будут совершенно другого характера. Обновление гораздо быстрее идет, всего и вся. То есть, возникают новые профессии, возникают потребности совершенно в других компетенциях, которых вообще не было ранее. То есть, очень многое начинает технологизироваться, да, ну, вплоть до того, что говорят, что в будущем там таксисты не понадобятся и так далее, и так далее. То есть, у нас начинается совсем как бы, ну, другая приложимость сил должна быть у человека. То есть, из-за этим может даже возникнуть это очень хорошая точка зрения. Школьник помимо адаптивности должен быть и мобильным. Вот это, примерно в том же русле, и вы сказали. Еще? Но я пользуюсь Uber и Яндекс.Такси, пока с водителем все едят. Но со временем, да, со временем беспилотные машины будут уже до ближайшего будущего. да. Да, вот молодой человек. студент Африкус, акупу. У меня когда-то на практике была ситуация, когда ученики смотрели в телефон и пытались ответить. Но они отвечали таким образом, то, что… то, что они отвечали, не понимая вопроса. То есть, они просто гуглили и просто отвечали. И в итоге пришлось задавать им дополнительные вопросы, после которого они начали понимать сам вопрос и ответ. То есть, они просто использовали конкретный ответ и вопрос и просто отвечали. я хочу, чтобы вот сейчас с этими инновациями люди научились думать и использовать информацию. То есть, не просто фильтровать и понимать тоже ее надо. Да, прежде чем думать, надо, наверное, понимать. Поскольку вы привели хороший пример, ребенок может найти информацию, может вам ее прочитать и не понять, о чем вообще речь идет, да? Да, это опять те же знания и умения, когда ребенок должен ориентироваться в этом огромном океане информации, отбирать информацию, понимать, где информация правильная, где информация ложная. Адаптивность, мобильность это очень важные характеристики для школьников в 21 веке. Для того, чтобы познакомить с одним документом очень важным, P21, он называется Partnership 21, это документ, который попытался как бы описать те знания и умения и систему поддержки для школьников 21 века. И что здесь очень важно? Во-первых, эта рамка Framework описывает, describes умения, знания и опыт школьников, причем это идет на уровне не только обучения, но и работы, жизни. И состоит эта рамка из предметных знаний, каких-то специальных знаний, экспертизы и грамотности. И вот что же эта рамка предлагает? Вот проанализировав особенности 21 века, они предлагают четыре группы умений. Вот если вы посмотрите, эти умения заданы «зеленая дуга», это так называемый предметный умение в 21 веке. Справа информация, медиа и технологии, слева красная дуга — это жизненные и умения, связанные с карьерой, с работой. И верхняя желтая дуга — это умения так называемые четыре Си — это критическое мышление, critical thinking, communication, сотрудничество и creativity творчество. И система поддержки она как бы вот на нижнем плане это стандарты и оценка, это рабочие программы и процесс обучения, это профессиональная подготовка в данном случае, речь идет об учителях и обучающая среда. Давайте вкратце посмотрим, что из себя эти четыре группы умений представляют. Вот именно те умения, которые авторы этой рамки считают очень важными в 21 веке для школьников. Ну, первое — это предметные знания. И вы видите, среди этих девяти направлений, я знаю, что в аудитории будущие учителя математики математика является отдельным предметом наряду с языком, чтением, иностранными языками, искусство, экономика, науки, географии, истории и государства и права. То есть, по мнению авторов этого доклада, вот эти предметные составляющие знания и умения в 21 веке останутся важными. Вторая группа умений — это так называемые междисциплинарные умения. У нас в российских стандартах они называются метапредметные, насколько я понимаю. ну, посмотрите, какие это умения. Это global awareness, это глобальное что такое быть aware. Я понимаю, что это означает на английском, а вы не помогите перевести это осознанность, то есть быть, как бы осознавать проблемы глобальные, да? второе, наверное, легче нам будет перевести financial, economic, business and entrepreneurial literacy, то есть это грамотность финансовая, экономическая, деловая и предпринимательская. Civic literacy — это гражданская грамотность, health literacy — это грамотность в области здоровья, гигиены, да? environmental literacy — что такое environment? среда, то есть грамотность экологическая, да, вот, наверное, более правильный перевод будет экологической грамотности, да. Следующая группа умений — это так называемые четыре сии, и вот здесь вы, наверное, опять обратите внимание на позиции, о которых мы уже с вами говорили. Это критическое мышление и решение проблем. Эти умения были важны и в прошлом столетии, они остаются важными и в этом столетии, а критическое мышление оно становится еще важнее. И вот ваши высказывания об этом как раз это и подтверждали. Communication. Коммуникация — очень важное умение, я всегда рассказываю историю своего первого года работы. Вот я окончил педагогический институт, набрался знаний предметных, прошел педагогическую практику, а когда я пришел в школу, первый день вот сам, потому что педагогическая практика — это совершенно другое. А когда ты один с ребятишками в классе, и ты знаешь, что эти ребятишки будут каждый день с тобой, совершенно такая ситуация. Вот. И был, конечно, огромный, большой скандал, потому что я пришел домой в тот день после работы моих родителей и мама и папа, они были учителями, мама была учителем долгое время географии в школе, потом она была преподавателем в ВУЗе, а папа был доцентом в ВУЗе. И после работы в первый день, придя домой, я сказал, больше я туда не пойду. на что мама очень мягко отреагировала, говорит, ты же еще ничего не начал, говорит. В общем, эта история связана с тем, что предметные знания были, педагогические знания были, получил красный диплом, а преподавать не мог, потому что не было умений коммуникативных. и целый год я ходил посещать занятия своего коллеги, я был на третьем этаже, на втором этаже, он на два года раньше не закончил, у него были сплошные тройки, но зато коммуникацион скиллс у него были на таком уровне, он мог поговорить с ребенком, мог спросить его, как дела, как дома, о чем я тебе могу помочь. Простейшая вещь, я этого делать не мог, потому что меня этому не научили. Я был скромный, совершенно зажатый парень, который знал предмет, знал педагогику на уровне всех этих принципов, правил и так далее, но я не был учителем. Коллаборицию, сотрудничество очень важное, наверное, эти умения, умения сотрудничества становятся важными в 21 веке, намного важнее, чем в 20 веке. Не только для школьника, для ученого это важно, если вы обратили внимание, сейчас многие проекты, большие проекты в науке делают коллаборациями, то есть человека надо к этому готовить, готовить и общаться, общаться на разных языках, это тоже предполагает умение говорить на английском языке, потому что сотрудничать с учеными из других стран без языка очень сложно или невозможно. Креативити, мы об этом говорили, это творчество, инновации, но, наверное, творчество всегда было нужно для школьника. инновации, наверное, та категория, о которой мы уже говорили, что человек должен быть адаптивным к изменениям, должен принимать какие-то решения нестандартные. Вот эти умения группы 4С критически важны. Они не предметные умения, они тоже метапредметные умения, и об этом надо нам думать. И последняя группа умений, наиболее ярко отражающая особенности 21 века, это информация, мидия и технологии, то есть умения информационной грамотности, грамотность в области медиа и информационной коммуникационной технологии. Вот эти подгруппы умений, они, наверное, из четырех групп, о которых мы сегодня говорили, они являются наиболее новыми с точки зрения вызовов в 21 веке. умения, которые готовят школьников к жизни. Кстати говоря, во многих эссе я читал о том, что учитель должен готовить ребенка к жизни и к работе. Это гибкость и адаптивность, мы уже об этом говорили, о адаптивности, это инициатива и self-direction, вот помогите мне перевести слово self-direction. Direction — направление, да? Self — сам. Но, наверное, не целеустремленность, а как бы самопознанность, самопознанность. Вот как вы объедините сам и направление. Самонаправленность? Может быть, у нас такого слова нет дословно, но вы понимаете, о чем идет речь. Извините. Наверное, хорошо подходит способность к самоорганизации. Самоорганизация, вы думаете, да? Self-direction. Ну, близко, близко, я согласен. Спасибо. Следующая группа умений social, социальные и кросс-культурные умения. Сегодня даже об этом с вами не стоит долго говорить, потому что сейчас практически во многих российских университетах ребятки из разных стран, из разных культур, и поэтому, конечно, знать о других культурах и об особенностях культур это очень важно. И не только в школе, в университете, на рабочем месте мобильность возрастает, и умение работать в среде, где есть представители разных культур, это очень важно. Продуктивность, accountability. Вот опять знаю смысл на английском языке. Как перевести accountability на русский язык? Это быть ответственным, но не совсем точно, то есть accountability, но, наверное, близкое слово быть ответственным. Можете прогуглить. Leadership и responsibility. Вот здесь responsibility больше ответственность. Leadership это управление, лидерство, да? Accountability отвечать по счету. Вот какой русский аналог? Account это счет. Accountability быть ответственным, то есть отвечать по счету. ответственность отвечает за ответственность Ну, наверное. А там, наверное, имеется только людей. А вот там, где leadership и responsibility, там ответственность уже за других, наверное, да. Вот эти четыре группы умений и в связи с этой четверкой и предметными умениями мы можем уже дальше говорить о компетенциях, которыми должен обладать учитель. То есть заданы умения и знания, которыми должен обладать школьник. И, наверное, стоит ожидать, что в принципе компетенции, которыми должен обладать учитель, он должен как бы покрывать вот эти знания и умениями, знания и умения, которыми должен обладать школьник в этом же документе в этой рамки и 21 они задали вот я просто приведу несколько из несколько групп компетенций для учителя 21 века это связь технологий с содержаниями с педагогикой связь обучение со стандартами стратегии которые направлены на проектно-ориентированные методы знания и приложения наук о развитии ребенка и развитие взрослого child and adolescent использование различных приемов оценки assessment strategies активное участие в learning communities вот давайте попробуем найти аналог learning communities learning это учение или обучение да communities это община вот мы же не можем сказать община обучающихся какой русский аналог здесь может быть идея такая что обучающиеся коллектив но не совсем групповое не совсем не совсем коллективное ближе коллективное обучение то есть когда ну скажем вот они в качестве примера приводят трука учим менту и новички рейн тимки чем да вот как бы некоторые приемы извините можно не комментизь я не совсем понимаю вот то есть когда мы говорим групповое обучение система того что один учит многих не обязательно это когда вот сейчас то есть вот ребятки обучается в группах каждый может учить каждого вот вот мне кажется то есть я не могу найти аналог этому переводу потому что я не понимаю как может быть вот подкрепление вот коучинг есть аналог коучинг у нас да тренерство но через лененька медицей опять через вот коллективные формы что ли менторство да допустим это касается ну поскольку речь идет о подготовке учителей то здесь приводится примеры когда допустим более опытный учитель может быть тренером начинающего до или быть ментором knowledge sharing это деление знаниями то есть делиться знаниями надо ну team teaching это командное преподавание дальше вот пир коучись это очень важная составляющая для учителя в двадцать первом веке быть тренером для молодого учителя и для меня допустим когда я просто вынужден был поскольку у меня не было тренера пункте я вам рассказывал про первый день но я знал что на втором этаже преподает мой друг он закончил года на два раньше меня и я когда заглядывал к нему к нему в классную аудиторию я видел насколько ребятки увлечены дисциплина на уроке и и мне было очень важно то есть я практически неформально посещая его уроки он для меня был пирт коуч то есть он был как бы у которого я учился using a range of strategies to reach diverse students но вот кстати кемберли об этом говорил дифференцированное обучение очень важно знать стратегии и приемы для дифференцированного обучения если в американской школе озвучены есть мета предметные умения то существует ли вот это сотрудничество между учителями очень активное наши учителя конечно в российских школах они привыкли работать индивидуально да скажем честно и поэтому для них вот это ну кто-то в паре может быть соберется сделать какую-то вопрос задачу но чтобы коллектив как бы вот те же самые мета предметные умения то есть зачастую например учитель информатики простите меня не прошел какую-то тему поскольку информатики мало а учитель там русского языка просит написать реферат набрать да и то есть получается как вывод несостыковка это то есть на самом деле нет единого такого вот сотрудничества между учителями чтобы они вырабатывая какие-то умения тем самым еще и друг друга то есть вот он говорит дети могут например работать microsoft word например да поэтому вы можете им дать задание набрать этот реферат а не написать от руки там и так далее то есть если это в американской школе вот реально это сотрудничество который задается прямо вот обучением этих учителей подготовка во первых как бы различает два момента первый момент эта рамка партнерство 21 она определяет как бы компетенции подготовки учителя на 21 век да как бы перспективное видение да это первыми а реальность состоянии проблемы поскольку они об этом говорят значит на практике это требует внимания конечно вот тот пример с со своим опытом я привел не зря потому что мне несмотря на то что структура поддержки не была обеспечена я ее искал то есть мне надо было просто посмотреть как другие учителя ведут занятия чтобы понять чему я должен научиться да в американской системе потихонечку начинают уделять серьезное внимание вот именно ленинками здесь и здесь ленинками здесь имеется в виду чуть через комментиз то есть вот эти коллективное обучение учителей и это должно обеспечиваться на разных уровнях и в школе и на кафедрах при школе потому что администраторы должны создавать условия допустим одно из условий один из приемов который используется в американской школе это так называемый common planning time то есть общее время для планирования и вот в сетке в расписании учителям допустим учителям математики выделяется 45 минут когда они могут все собраться в одной комнате и поговорить о планировании что меж дисциплинарный это отдельный разговор поскольку мы говорим интеграции естественно вот на прошлом слайде на предыдущем слайде мы говорили о project oriented teaching метод по сути проектно-ориентированное обучение она в основе свое интегративно то есть если задаются параметры допустим в перспективе автор этого документа видят что это нужно что это важно то без интеграции здесь не обойтись в реалиях для этого нужны опять условия и структуры вот stem education она направление новое и для того чтобы синтегрировать допустим науки математику science это с это science науки м это математика те технологии и это инжиниринг даже вот провести интеграцию в таких похожих областях для этого должны быть созданы структуры но поскольку сейчас очень сильно развивается stem education как дисциплина то есть интегративные курсы уже которые так называются stem education или stem допустим дисциплина просто stem и там они что делают они например вот кстати говоря jasmine она делала проект с использованием роботов а в сотрудничестве для сотрудничество она делала небольшой проект она использовала простейшие роботы там задачки были на движение она сдавала допустим скорость постоянно одно в направлении до допустим точки возвращался этот робот с другой скоростью и там идея была помочь ребятам понять взвешенную среднюю или у нас правильно говорят взвешенную среднюю или средне взвешенная зре взвешенную среднюю да и она говорила о том что допустим вот сам по себе элементы и инженерии то есть сделать робот робота там могут быть элементы математики связаны ну с простейшими умениями там измерения и так далее а вот когда ты уже интегрируешь проект почему project based то есть дается какая-то задача или допустим система усложняющихся задач то там уже подключается в зависимости от того какой контекст задач то там уже уклон идет допустим математику большой а сам робот был сделан на части занятий которые была посвящена инженерии робототехники поэтому конечно надо создавать условия для того чтобы во первых учителя были заинтересованы в интеграции во вторых надо создавать инфраструктуру которая позволяла бы учителям эти learning communities создавать конечно учитывая сети очень много возможностей сейчас через соответствующее приложение допустим это моду одна из популярных программ которые используются учителями и школьниками это социальная сеть но социальная сеть условиях или направленные на обучение метам учителя могут выкладывать какие-то свои заметки школьники отвечают там же видео файлы и картинки и так далее так далее но все в рамках образовательной программы то есть это контролируется школы контролирует учителями там уже как бы информация она безопасная то есть идет и там же обсуждается допустим какие-то вопросы или домашние задания уточняются допустим вопросы ли какие-то конфузии ребят то есть это это для этого нужны условия вы мне скажите когда надо загуляться и дальше последнее это обучение уже поскольку учительская профессия эта профессия для хорошего учителя эта профессия на жизнь на всю жизнь и вот я уже в учительской профессии тридцать с лишним лет и менять ее не собираюсь то есть учителя патриоты и многие из таковых сидят вот участник конференции вот это профессия на жизнь и поэтому всю жизнь приходится учиться крыла лонг ленинг и лайф лон ленинг то есть мы всегда каждый день должны учиться для учителя учение не прекращается ни на день ни на миг это тоже является одной из важной одной из важных компетенций в подготовки учителя в 21 веке какие новые компоненты должны быть включены в программ подготовки учителя в 21 веке по сравнению с тем же 20 век вот это рамка p21 она задает очень четкий перечень что должно быть нового лидерство на первом месте учитель должен быть лидером и можно об этом говорить очень долго и очень пространно но вот автор этого документа видят что лидерство среди всех тех компетенций которые были подготовки учителя в двадцатом веке двадцать первом двадцатом лидерство как отдельной компетенции не было выделено в двадцать первом это должно быть сделано программ дизайн вас вопрос да вот первой компетенции на какой возраст это примерно рассчитано то есть система high school middle school или совершенно маленький речь идет о подготовке учителя обучителя то есть учитель каких классов скажем так здесь нет подразделения на начальную среднюю школу а то речь идет о том что учитель независимо от уровня подготовки должен обладать лидерскими способностями лидерскими качествами но как тогда мы учим детей становиться self direction то есть если мы их не учим нести ответственность за себя потому что есть лидер за которым нужно просто идти то тогда становится вопрос хороший он такой с логической зацепкой но речь идет ведь о том что каждый должен быть лидером есть это требуется дичь от которого вы имеете ввиду что он пойдет за лидером он тоже должен формировать лидерские качества то есть установка установка на то что учителя каждый учитель должен обладать этими качествами лидерским почему проектирование программ вторая группа новых умений и знаний речь идет о крикелом рабочих программах instructional models модели обучения и assessment оценка то есть не просто пользоваться готовыми а самому уметь проектировать учебные программы модели обучения и steam оценки то есть повышается уровень требований не просто использовать готова а уметь самому проектировать learning environment обучающая среда вот здесь я поднимаю обе руки потому что это компетенция очень важно 21 веке и чуть попозже я скажу почему partnership партнерство вот замечать да есть группа новых компетенций о которых мы раньше и не говорили лидерство партнерство и последнее это continuous improvement постоянный рост постоянное совершенствование об этом мы часто говорим здесь она обозначается как одно из важных направлений системе новых знаний и умений в подготовке учителя двадцать первом веке список небольшой но каждая позиция достаточно сложная для того чтобы заложить программы для того чтобы сформировать и соответственно быть готовым учитель уже придя в школу быть и лидером и разбираться вопросах проектирования создавать обучающую среду обладать умениями партнерства и постоянно думать о самосовершенствовании вот мы с вами выбрали вот такую профессию нам нельзя почивать на лаврах нам надо постоянно совершенствоваться это отдельный разговор я конечно мог бы об этом говорить и кстати говоря возвращаясь кевину кстати говоря удивительно вот в тех работах которые я почитал мне прислал прислали об этом уже леонард рафиков на говорила что все работы были прочитаны и отобраны 27 с члены кафедра отобрали их все прочитал с большим удовольствием но среди 27 работ вот с теми тестирования поскольку видим у нас еще как-то этот вопрос не настолько актуален разговора не было но этот разговор очень серьезный и мне кажется учитывая лимит времени я его просто оставлю может быть на следующей встрече но год назад на встрече мы об этом говорили те те из вас кто приходил на встречу в прошлом году я вам говорил насколько система тестирования негативно влияет на весь процесс обучения и влияет и на родителей и на детей и на учителей поэтому я останавливаться долго не буду и перейду вот к чему мне хотелось использовать один фрагмент но похоже мы не успеваем и этот фрагмент был связан с еще одним высказыванием мир заисманиловича хорошая дидактическая подготовка учителя повышает его адаптивность к изменяющимся условиям учебного процесса что и создает благоприятные возможности для его творческой деятельности вот опять работа была написана в восемьдесят пятом году но вот сила мысли и сила интеллекта мир заисманилович он видел наперед эти вещи и как учитель конечно работая с ним под его руководством сотрудничая сейчас перечитывая его труды понимаешь насколько у мир заисманиловича была развита прогностичность он умел видеть вещи на много-намного лет вперед но вот здесь я планировал конечно поговорить о конкретной проблемной ситуации с вами к сожалению мы не успеем я просто пролистаю слайды и вот я возвращаюсь к тому о чем я бы хотел сказать в конце завершая как бы свое выступление все-таки с моей точки зрения и позвольте мне поделиться своим видением проблемы главный вызов 21 это сдвиг парадигмы от традиционного преподавания к инженерии обучающей среды то есть то что мы делали и то что мы продолжаем делать это очень быстро устаревает это устаревает прежде всего с тем связи с тем что меняются очень быстро условия и особенно это заметно если вы ведете разрабатываете ведете дистанционные курсы вот завтра я как раз на форуме буду выступать о содержательной интерактивности и предметной коммуникации при разработке онлайн-курсов что я имею в виду под этим кардинальным сдвигом во-первых в целях происходит сдвиг от знаний и умений и к интегрированным компетенциям методологии от теории обучения к инженерии обучения я мог бы раскрыть особенность именно не просто теории а инженерии обучения от классно-урочной системы к виртуальной обучающей среде от активных к интерактивным методам способах подачи от текста гипертексту и медиа способа хранения от бумажных носителей к электронным функции учителя от преподавания к инженерии обучающей среды а в способах коммуникации от учебной дискуссии в аудитории к форуму блогом социальным сетям то есть учитель должен быть готов переключить парадигму не просто быть преподавателем быть и думать как обеспечить эффективное учение для ребенка в новых информационных условиях потому что рано или поздно мы будем двигаться в сторону информационных технологий которые будут требовать и соответственно будут включать режим онлайнного обучения во все больших масштабах и только в вузах но и в школе сейчас в школьных округах в эль-пасо и в других городах в техасе не только в техасе есть так называемые подразделения которые так называют называются виртуальные школы и количество школьников в этих виртуальных школах возрастает очень большой процент ребятишек идет виртуальные школы потому что родители считают что домашнее обучение намного ценнее школьного и в связи вот с теми проблемами о которыми мы говорили в самом начале допустим кибербуллинг или буллинг вообще травля они пытаются оградить своих детей вот вот таких проблем социальных проблем в школе и количество таких родителей возрастает и систему онлайнного обучения как раз становится очень для них удобной вот и все вот мы с вами подошли к концу теперь мы можем открыть возможность для вопросов если есть таковые есть вопросы просто хотелось узнать какую какую систему оценивания используете именно вы своей профессиональной деятельности систему оценки девяносто шутом году когда я защищал докторскую диссертацию я очень сильно ратовал за рейтинговую систему и в общем то в той системе проблемно-модульного обучения которая мной была разработана рейтинговая система она выступала как система оценки с одной стороны помогающие и школьнику и преподавателю сделать ее открытой прозрачной и сейчас я в принципе сама идея рейтинга она имеет место быть только в том смысле что я хочу видеть насколько студент моих курсов показывает усилие effort то есть если я вижу что студент прилагает усилия то соответственно это отражается в том как он продвигается по курсу сам рейтинг как как таковой лишается смысла потому что я не имею права оглашать оценку студента другим студентам но я имею полную возможность показать насколько студент прилагая определенные усилия прогрессирует по курсу в этом плане для меня очень важно чтобы в системе оценки студент чувствовал мою поддержку это поддержка заключается в совокупности форм я должен обеспечивать конструктивную обратную связь тут же то есть если скажем по вот некоторые из учителей на видео и ию она берет мой докторский класс по предметным знаниям учителя они в течение курса в течение семестра пишут 7 бумаг это критика эмпирических исследований каждый из бумаг где-то страниц на 12-15 и еще они пишут перевью то есть они делают оценку работы другого студента и вот для меня после каждой из данной работы очень важно дать обратную связь и обратную связь не только письменно но и устно для этого структуре моего курса есть форма которая называется индивидуал конференции это не консультация а это индивидуальная как бы встреча со студентом на полчаса и вот в эти полчаса мы обсуждаем ее работу она получает обратную связь и она получает кроме всего этого еще я всегда на рабочем столе у меня в кабинете всегда есть шоколадки и вот она знает что придя ко мне на консультацию она получит обратную связь и шоколадку и вдохновленный идет исправлять все мои замечания так что это очень важно вот в системе оценки она не должна быть формальной она всегда должна или нет нести элемент вот такого персонального контакта и тогда она будет мотивировать студент хороший вопрос спасибо еще вопрос что переходим к нашей торжественной части самой главной а пожалуйста мне хотелось бы узнать существует ли у вас отбор на учительские специальности или при него и принимать всех ну вот надо же чтобы учитель обладал лидерскими способностями так далее если какой-то отбор среди тех кто поступает или вы принимаете кто подал документы поступают на учителя да на учителя есть система требований то есть в подготовке учителя допустим системе токарских университетов разделяет два момента это где-то половина программы до того как ребята идут на учителя это ядро где-то треть программы и как какие-то курсы ну скажем уже ориентированные но ребенок ребенка меду студент может эти курсы брать до подачи заявки на программу подготовки учителя в списке требований надо сдать тест есть тест который вы должны пройти прежде чем вы будете приняты программ подготовки учителя есть средневзвешенная оценка так называемый great point average она у нас идет из четырех максимальных сейчас две целых семьдесят семьдесят пять то есть студенты которые ниже не принимаются программы ну и там еще пару требований рекомендации еще что то берутся не все конечно можно еще вопрос пожалуйста как построена педагогическая практика на каких курсах и насколько активно и объемно два последних семестра перед окончанием включаются интен шип то есть к практика в предпоследнем семестре она идет через день то есть три пассивная практика пассивно наблюдать да вот первое наблюдательное да на последнем семестре она каждый день и она уже активная целый семестр до целый семестр но и это мне кажется недостаточно я к сожалению давно не не работаю с бакалаврами и вот мы в этом числе на уровне бакалавров но когда я преподавал я просто это было лет сейчас в основном я веду докторские курсы и магистрские но когда я работал с бакалаврами я это видел поскольку мы применяли так называемую интегративную модель подготовки учителей в школе то есть вот мы объединялись в команды преподавателей я вел предмет методика математики был профессор который вел математику и был профессор который вел педагогику и вот мы создавали команды троем мы набирали одну группу студентов и вот эту группу в течение семестра мы забирали в школу мы договорились со школой нам в школе выделяли аудиторию и мы там с ними целый семестр интегрировали содержание методику педагогику и там же они проводили педагогическую практику и там же мы их практически еженедельно наблюдали на педагогической вот эта интенсивная модель она конечно приносила свои результаты потому что я видел не только изменения в эффективной сфере то есть учителя будущие учителя они видели наше участие мы тоже были в школе они видели обратную связь и они видели насколько мы заинтересованы что чтобы они были подготовлены хорошо но в то же время вот эта семестровая практика такая усиленная направленные на интеграцию и с преподавателями будучи в школе даже тогда мне казалось что этого мало учителя мы тогда называли эту модель клинической вот клинической не в том плане что клиника в том что подготовка учителя должна быть быть похожа на подготовку медиков вот чем больше практики имеет учитель тем выше вероятность что вы подготовите хорошего учителя но эта практика должна быть целенаправленной и содержательной не просто ребят направить школу а найти хороших учителей в школе на создать условия для активной практики чтобы они могли действительно учиться ну вот из того перечная компетенция которых мы сегодня говорили и предметные педагогические и группа из вот этих новых компетенций лидерство коммуникации партнерств конечно это все очень важно это требует времени я знаю что в подготовке медицинских работников там есть такое понятие профпригодность то есть вроде и прошел обучение и вышел на практику но понял или точнее его преподаватели которые готовят понял поняли что он не может работать там с больными а что-то подобное есть на понимание готовности или профпригодность к преподавательской деятельности в американских школах то есть вот и системе образования то есть человек окончил вуз прошел подготовку предметную там еще но у него какие-то вещи он не готов работать детьми нет может быть терпимости нет понятия как воспринимать то есть какие-то другие качества которые вот не заложены в рамку там p21 но они очень важны в деятельности учителя понятие профпригодности она действует через систему мер которые школьная круга выстраивают через так называемые пытаясь помнить как аббревиатуру т.е.с.с. тексис эдюкейта но неважно то есть во первых учителя наблюдают наблюдая этой администрации школы к нему посещают его уроки и проводится ежегодная оценка его профпригодности вот так же как вы обозначили соответственно даются рекомендации и если на протяжении какого-то определенного периода эти рекомендации не выполняются то ему дается так называемый период probation то есть дается временное исправление если человек не справляется с обязанностями то есть то там существует система увольнения то есть каким-то сначала идет просто указание на то что вы не выполняете определенные требования по потом человек сражает на probation и потом уже как бы он просто-напросто вынужден уволиться эта система мне кажется действует и в российской системе образования да то есть человек проб непригодны в конечном итоге конечно же есть такие очень один момент очень популярна была несколько лет система альтернативного альтернативной сертификации в американской системе то есть в чем суть этой альтернативной сертификации человек получал степень бакалавра в любой другой области там бизнесе или в скажем в инженерном деле и хотел получить сертификат учителя для таких кандидатов создавались ускоренные курсы альтернативные буквально за полтора года и они получали сертификат уже для преподания в школе к большому сожалению многие из тех кто прошел по этой альтернативной сертификации уже через пять лет допустим цифра которую я знаю 75 процентов тех кто проходил через альтернативную сертификацию течение пяти лет сами были вынуждены уйти уж и школы не потому что они не проф пригодны а потому что они поняли что работа учителя очень тяжелая и наверное там в эти же 75 были включены и те кто был вынужден уволиться потому что не справился с обязанностями ну что самое спасибо большое давайте поблагодарим уважаемого марта ашировича спасибо большое Субтитры подогнал «Симон»